А дальше нам понадобится авиировка. Как не будешь слушаться тётя Софи? Ммм? Ой, ты какая! И с тобой не гваю. Вот так вот, раз. Сюда, и потом сюда. Миша, мозги. И раз так, теперь я кидаю вызов Эйвену и маме. Хай, ребята, вы на канале Мэджик Фэмили. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки. Миша, Софиша, Эйвен и Юми. Подписывайся на наш канал, нажми красную кнопочку внизу. И жми колокольчик, чтобы первым смотреть лёгики. Потому что, как только видео выходит на канале, мама отвечает на воплофы. Поэтому не опаздывай, не опаздывай. Если вы смотрели вчерашнее наше видео, то вы уже, скорее всего, знаете, что Эйвен и Миша были в одной команде и бросили вызов Софии и Юми. Миш, ты что, ела где-то без нас? Я, конечно же, сегодня им снова буду помогать. Помофник! В прошлом видео Эйвен задал вам вопрос. Кто же первый достал вкусняшку из бабочки? И много вариантов ответов было, что это была Миша. И на самом деле, Миша действительно оказалась очень проворной, и она была самая первая, кто догадался схватить бабочку и почти достал вкусняшку. Но не до конца. Ну что ж, вчера Эйвен и Миша сделали игровую станцию из рулончика в туалетке и кинули нам вызов снять что-то подобное. Моя гордость не позволила мне не принять этот вызов. И поэтому мы с Юми Юми сделаем игровую станцию из пластиковых стаканчиков. Вот, вот так вот. Я знаю, что ты не настоящая моя мама. Ты удочерила меня, но ты же всё равно меня любишь. Любишь меня? Любишь, Юми? Да, люблю я тебя. Хорошо. И я тебя люблю. Итак, для первой развивалки нам понадобится четыре пластиковых стаканчика. Четыре в топе. Берём четыре кусочка лакомства и накрываем их этими пластиковыми стаканчиками. Можно сделать и больше, чем четыре. А теперь задача питомца достать эти лакомства из-под стаканчиков. Я уже достала. И я досталась под одного. Миша, давай, соображай, доставай лакомство. Сейчас, сейчас соображу. Давай, Миша, там всё просто, они же лёгкие. Оказывается, это не так и трудно. Миша просто умнеет на глазах. Приветики репостнувшим наше видео из группы ВКонтакте или с маминой страницы ВК. Алена Удалова, Катя Васина и Карина Чустиль. Привет, девчонки, вам. А случайные комментарии без ответов попадают в наши ролики. Вот, смотри, вот они тут. Да, вот. А дальше нам понадобится верёвка. Верёвка, верёвка, верёвка. В табик тебя, в табик, иди в табик, верёвка. Пойдём, верёвка, в табик, тебя нужно в табик. Юми, прекрати заниматься ерундой. Эта верёвка нам нужна для того, чтобы показать. В табик, в табик, в табик, верёвку. Польшой канат. Так вот, нам нужна длинная верёвка. Как вы уже поняли. И стопка стаканчиков. Вот столько хватит, Софиш? Ну, ну да, нормально. Теперь в стаканчиках мы проделаем дырки. И при помощи, например, булавки мы просовываем эту верёвку через все стаканчики. Вот так, Софиш, получается, да? Правильно я делаю? Да, да, мам. Отлично, всё прекрасно. Теперь завяжи узелок, чтобы нитка не прошла сквозь стаканчик. И ещё один узелок с другого конца. В итоге у нас должна получиться такая как бы гирлянда из нескольких пластиковых стаканчиков. Можно вообще взять очень много пластиковых стаканчиков, если собака большая. Можно взять поменьше пластиковых стаканчиков, если маленькие собачки или кошечки. Смотри, Софиш, как прикольно получилось. Ну да, мам, это же я придумала, а я гений, ты забыла? А, да, да, Софи, точно. Что? Не-не, ничего. Ну а что? Гирлянду игрушку в табик. Можно очень весело проводить время и играть со щенком. Или с кошкой. И самое главное, что такая игрушка точно никуда не потеряется. Но не забывайте одну главную вещь. Когда щенок маленький и зубки его ещё не окрепли, нельзя играть в перетягивание. Никакими игрушками и канатиками, иначе вы можете нарушить будущий прикус собачки. Короче, когда играете со щенком, не вырывайте в него игрушки изо рта. Если хотите забрать, открывайте пасть и забирайте аккуратно. Оглубная змея, давай, догоняй меня. Смотрите, у Софи, змея ползёт. В табик её. В табик её надо отнести опасную змею. Эта игруля помогает развивать координацию и умение решать задачи. Как затащить такую змею куда-то, ведь её просто так в пасть не возьмёшь. Да, интересное изобретение Софии, уважаю, молодец. Спасибо, братец. Эй, вы, это моя змея. Эй, вы, ну-ка, не трогайте мою, вмию. Я что сказала? Следующая наша игрушка мягкая, но сбуковая. Надо её засунуть в носок. В носок, надо в носок. Эту вот втуку вот-вот положи, мама в носок. Сюда. Да, кладём её внутрь в обрезанный заранее носок. И закрывай её, закрывай её там. Давай, 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 там завяжу её. Ну да, и завязываем хорошенько, чтобы не выпало. Получается вот такая шуршащая звуковая игрушка. Ну дай, 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 дай. Пожалуйста, ну дай, ну дай мне, пожалуйста, пайплать. Лови, Юми. Так, шуфай звуковую игрушку в табик, надо её в табик в дефе и место. Тётя Софи, ну зачем ты забыла, дай? А, на, на. Вот она, моя фигрушечка в табике вот тут вот будет лежать. А, кстати, вот взрослой собаке будет очень интересно поиграть в перетягивание. В перетягивание? Мне, сын, ко мне нельзя. Врослый путь, да? Юми, просто у тебя ещё зубы не сформировались. А, дай мне. А, дай мне. Так, не будешь слушаться тётю Софи. М? Ой, ты какая. Посмотрите на неё. Какая злая собака. Да, и с тобой не гваю. Давай, мам. Наша следующая игрушка состоит из четырёх стаканчиков. Можно больше, можно меньше. Это развивающие фары. Ещё нужен скотч и ножницы. Теперь, давай, мам, разложи их друг за дружкой. Так нормально, Софи? Да, мам, прекрасно. А теперь склеим их все скотчем аккуратненько и хорошо, чтобы не разваливались. Софи ж правда похоже на фары. Ну да. А теперь в эти фары на дно положим маленькие кусочки лакомства. Ну а теперь питомец должен умудриться их как-то оттуда достать. То ли лапой их оттуда выпихивать, то ли толкать. Можно попробовать попинать? А если я их вот так вот поставлю? Так вообще сложно, потому что носом достать их оттуда невозможно. А так хочется, блин. Я кажется, знаю, Софи, как погоди. Вот так вот надо уронить и теперь потолкать. Нет, что-то не получается. Миша, мозги. Может, всё-таки носом? Нет, так не влазит нос. Может, надо пнуть вот так вот, пнуть их? Нет. Надо просто дождаться, когда вкусняшка будет рядом. И съесть её просто и всё. А для этого, похоже, нужно терпение. Я тоже хочу. Мне не достается. Почему? У меня не достается, не достается, не достается. Нет. Юмя, перестань истерить. Ей, ребёнок, мне можно истерить, потому что не достается. Вкусняшка. Что это там? А, в мере. А я ещё одно достала. А для следующей развивалки нам понадобится сколько угодно стаканчиков, и это будет небольшая полоса препятствий. Питомец должен пройти между стаканчиками так, чтобы их не задеть. Давайте, попробуйте, ребята. Так как наша Миша видит это впервые, мы будем помогать ей лакомствами. Она будет получать похвалу, за то, что проходит правильно полосу препятствий. Ну и, конечно же, будем хвалить её вслух. Мишенька, молодец. А теперь иди сюда. Отлично, Мишань, теперь дальше давай. Молодец, Миша, какая молодец. Миш, я тебе сейчас покажу. Вот так вот. Раз, сюда, и потом сюда, и потом сюда. Всё это разветочкой. Смотри ещё раз. Раз. Ой, задел стакан. Давай снова. Ещё раз. Раз. И два. И три. Юми тоже хочет попробовать. О, стакан. Иди сюда, Юми, давай. Вот я прошла. Давай сюда. Вот я прошла, прошла. И теперь сюда. Вот так вот. Молодец, Юми. Юми умная собака. Давай, Юми, соображай, как же нужно пройти. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Усложняем развивалки. И для этой нам понадобится два стаканчика. Мы кладём лакомство в один из них, и вторым закрываем. А ты напиши в комментариях, как ты думаешь, кто первее всех в этот раз достал лакомство и съел? Миша, Юми, Эйвен или Софи? То есть я. А на мамином канале мама сегодня взрывала айфон. Но там было находиться нельзя, а нам там была громко. А ты уже посмотрел, подписался? 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 Я да. Да, сегодня на своём канале Animagic в честь 100 тысяч подписчиков, и вам спасибо, конечно, большое, я провела эксперимент. А у нашей лапочки Юми Зайз заклеены ушки, потому что она ещё совсем маленькая, и они у неё ещё не встали, и мы помогаем её ушкам подняться. Если что, я забрала звуковую игрушку в стабиль. Юми, ну что такое-то? Ну блин. Так вот, вызов я приняла, мы с Юми всё сделали, а теперь время голосовать. Чё видео набирает больше лайков и голосов в опросе, тот и побеждает. Голосуй в опросе под буковкой Ай, вот там, вот-вот-вот там в углу, чья команда победила, у кого круче получилась игровая станция. Эйвен и Миша, или Юми и Софи. И не забывайте голосовать в нашей группе и на наших страницах, и добавляться в друзья. Бабах! Ой, простите, я тут нарушилась тогда немножко. Юми, ну ты чё, ты вообще разрушила всю нашу игровую станцию? Да уж. Подождите, в угад, дорогие взрослые, я тут занята, у меня плавелка, не отвлекайте меня. Ребята, голосуйте лайками за нашу команду. Эйвен, я вообще-то всё слышу, подговаривать нечестно. И раз так, теперь я кидаю вызов Эйвену и маме. Мама должна снять челлендж, попробуй не испугаться. Софи, ты знаешь, как я боюсь ужастиков, ну спасибо. Не за что. А Эйвен, снять видео, как будто он один из известных блогеров, и изобразить кого-то. Причём, видео должно быть весёлым и полезным одновременно. Чего, каким ещё блогером, Софи? Ты чё, издеваешься? Как же я это сделаю? А вот тут, Эйвен, уж как-то думай сам, можешь пригласить Мишу помочь тебе. Ммм, вот. А мы вас любим. Пока! Жми кружочки, подписывайся на наши каналы, и смотри ещё ролики. Если ты в мире диска поставь лайк, нажми подписку, и оставь свой комментарий, да-да-да-да-да-да-да. Чекать, чё, пупы, пища, пупы, пища, пища, шик, шоу. Юми, перестань, даже портишь песню. Юми, пой слова, которые тебе сказали. Ля-ли-ки, смотри-ся, ля-ли-ки, смотри-ся, ля-ли-ки, смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Ммм, да уж. А!